О том, что происходит в Украине, расскажем прямо сейчас. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok Еще вчера Чейгос и Умеров, незаконно осужденные оккупационной властью Крыма, не знали, что их освободили. Говорят, ожидали худшего. Мы не знали, что нас везут в Анкару. Мы вообще не понимали, что происходит. Меня забрали с СИЗО, Ильмебея забрали с больницы. И мы только учитывая, насколько репрессии имеют такой вот массовый жестокий характер по отношению к нашему народу в Крыму, мы только могли все-таки предполагать, что еще может худшее развитие событий. Даже перед освобождением оккупанты не прекращали давление. От лидеров Меджлиса требовали написать прошение Путину о помиловании и признать Крым российским. Не вышло. На протяжении вот этих вот трех лет разные предложения поступали. В частности, мой адрес приходили в СИЗО, и они были настолько гнусными, мерзкими. В общем-то, я не склонен был вообще вести какие-либо такого рода переговоры, ставя приоритетом свое освобождение. Пару недель назад ко мне приехали два ФСБшника высокопоставленных из Москвы. Они предложили мне написать прошение на имя Путина о помиловании. Я категорически отказался. Крымско-татарские лидеры подчеркнули, их освобождение стало возможным благодаря усилиям украинской власти и международной поддержке, в особенности Турции. Была поддержка и Европы, и особенно Турции. Но я хотел бы сказать, что речь не в личностях, чего сумер. Речь в том, что народ, граждане Украины, живущие в Крыму, они ощутили ту мощь, силу, которая стоит за ними. И это очень важно в борьбе. Эльми Умерова и Ахтема Чайгоза ожидают в Киеве в пятницу, 27 октября. Освобожденные говорят, обязательно вернутся домой в Крым и будут продолжать борьбу за освобождение оккупированного России полуострова. Алена Клюску, Оксана Опрышко из Анкары для UATV. Президент парламентской ассамблеи Совета Европы Стелла Кириакидес приветствует освобождение Ахтема Чайгоза и Эльми Умерова. Об этом говорится в заявлении на сайте организации. Стелла Кириакидес также призывает оккупационной власти отменить решение о запрете деятельности Меджлиса, а также немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины в Крыму и в России. Боевики пытаются запугать наблюдателей ОБСЕ и убрать их с донецкого направления. Об этом заявляет украинская сторона совместного центра по вопросам прекращения огня. Так, 23 октября боевики обстреляли беспилотник миссии. Это произошло в одном из районов оккупированного Донецка. Аппарат удалось приземлить, больше его не поднимали. В это же время пророссийские надемники обстреливали позиции украинских военных возле Марьинки. Представители украинской стороны в совместном центре по вопросам прекращения огня отметили, что обстреливая беспилотники ОБСЕ, боевики пытаются скрыть свои огневые провокации. Россия обошла другие страны по количеству граждан, примкнувших к террористической организации «Исламское государство». Соответствующий отчет составила американская консалтинговая компания «Суфан Групп». Основываясь на заявлениях российских чиновников, за последний год эксперты посчитали, что в ряды ИГИЛ вошли почти 3,5 тысячи граждан этой страны. За Россией идут Саудовская Аравия и Иордания. В отчете также отмечается, сейчас наемники постепенно возвращаются на родину. Однако аналитики компании предупреждают, все вернувшиеся могут нести определенную степень риска. Точно выстрелить в цель и быстро скрыться, чтобы не попасть под ответный огонь. 12 артиллерийских батарей трех родов войск соревнуются в мастерстве на военном полигоне под Киевом. Свои команды представили сухопутные войска, десантники и военно-морские силы вооруженных сил Украины. Участвуют разные рода артиллерии – минометная, самоходная и прицепная. Демонстрируют также стрельбу из реактивных систем залпового огня. Конкурс проводится в четырех номинациях. Нужно показать тактическую подготовку при выполнении заданий, специальные знания, спортивные навыки и проявить себя в индивидуальном зачете. Закончится испытание 1 ноября. По опыту АТО батареи после выполнения огневых заданий постоянно перемещаются, поэтому выполняют свою задачу с разных огневых позиций. Они должны проявлять маневренность, чтобы не попасть под ответный огонь врага. Это требует разработки тактики боя. Дальность стрельбы при этом всегда разная. Твиттер запретил любую рекламу с аккаунтов, принадлежащих российским пропагандистским СМИ Russia Today и Sputnik. Решение было принято в связи с вмешательством этих агентств в президентские выборы в США в 2016 году, говорится в сообщении компании. Все средства, полученные за рекламу от этих СМИ ранее, а это почти 2 миллиона долларов, будут переданы на благотворительность. Ранее Твиттер анонсировал центр прозрачности, где любой пользователь сможет получить информацию об источниках и финансировании рекламы на страницах своего сервиса. Новая система начнет работу сначала в США, а потом по всему миру. Спасибо, что открываете для себя Украину вместе с нами. Оставайтесь с Юй Тиви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова